Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» о событиях четверга 21 июля вам расскажут мои коллеги и я, Инга Габеши. В адлевских селах началась долгожданная газификация. Инфраструктура несколько лет простояла нетронутой. Отдых не повод забывать об элементарных правилах гигиены. Об этом глава города порекомендовал напомнить всем отдыхающим. В школу Сочи в этом году придет на 3000 больше учеников, чем в прошлом, поэтому наряду с ремонтом кое-где увеличивают и количество кабинетов. В Сочи ищут родственников солдата, а в Архангельской области найдены останки нашего земляка. И начинаем выпуск с одной из самых обсуждаемых новостей. Российские легкоатлеты не поедут на игры в Рио-де-Жанейро. Такое решение принял спортивный арбитражный суд в Лазанье. Он отклонил иск Олимпийского комитета России 68 легкоатлетов, которые не были замешаны ни в каких скандалах и не уличены в применении запрещенных препаратов, в их числе и кубанские спортсмены. Вот так ситуацию в своем микроблоге прокомментировал губернатор края Вениамин Кондратьев. Заявление по олимпийцам – политика чистой воды. И очень обидно за кубанских спортсменов. Ребята годами идут к победам на играх. По-прежнему болеем за наших. Надеюсь, Минспорта России сможет оспорить работу судей. Тот, кто играет честно, заслуживает участия. Окончательное решение примет Международный Олимпийский комитет. Планируется, что этот вопрос будет обсуждаться 24 июля. Черной металлургии на Кубани станет больше. В Абинске заложили камень на месте четвертой очереди электрометаллургического завода. Метизный цех планируют построить к 2018 году. Основным видом продукции станет проволока. На торжественной церемонии присутствовали губернатор Вениамин Кондратьев и депутат Государственной Думы Иван Демченко. Глава региона также подписал соглашение о намерениях инвестиционного сотрудничества между краем и заводом. Кубань дает в нашей стране не только зерно, но и металл. И очень важно, что наш внутренний инвестор, понимая, что он пришел всерьез и надолго, часть прибыли вкладывает в социальную инфраструктуру. Это 1,2 миллиарда цена открытия новой линии. Но для меня важно и для вас, и для горожан. Это 300 рабочих мест, новых 300 рабочих мест в конце этого года. 400 новых рабочих мест в конце 2018 года. Вот это, наверное, то, что больше всего волнует людей. Возможность стабильно работать. Конечно, экономически непростое сегодня время. Но чем сложнее условие, тем закаленнее будет сталь. Больше 100 миллионов рублей ежегодно мы вкладываем в социальные проекты. Это садики, это школы, это благоустройство, это новые дороги. Мы все делаем для вас в первую очередь. Чтоб вы рожали детей нам новых металлургов и строили наше государство. Вениамин Кондратьев и Иван Демченко смотрели основные цеха завода. Сейчас на производственном комбинате ежегодно выпускают 600 тысяч тонн арматуры. На предприятии планируют создать полный цикл переработки металла. От лома до метизных изделий. Абинский металлургический завод – один из ведущих в России. И сейчас он в состоянии полностью закрыть потребности юга страны в Арматуре. В село Хатлерского района Сочи началась долгожданная газификация. Инфраструктура, построенная еще в период подготовки курорта к Олимпийским играм, несколько лет простояла без дела. Работы застопорились на последней стадии, когда от газопровода до жилых домов оставалось, что называется, рукой подать. И вот теперь голубое топливо уже не мечта, а реальность. Почему затянулось ожидание и когда появится газ, расскажет Ольга Десятого. Под газовым счетчиком Владимира Намесникова еще стоят баллоны, которые всего полчаса назад питали плиту на кухне. Сочинец говорит, несмотря на долгое ожидание, новость о подключении все равно оказалась неожиданной. Конечно, все было подготовлено под отопление, под газ, но до этого отапливались другими видами топлива – соляркой. То есть, соответственно, это удовольствие не дешевое было, но как-то приходилось экономить на чем-то. И газовый баллон, соответственно, плюс ко всему еще газовый баллон на газовые плиты. Сегодня это кажется далеким прошлым, хотя и происходило вроде бы не так давно. В ожидании обещанного газа местные жители разбирали дровяные печи. Казалось, больше не понадобятся. Но многие сельчане голубого топлива тогда так и не дождались. Олимпийская газификация завершилась громким скандалом. Заказчик, краевое агентство ТЭК, на завершающей стадии от работ самоустранилось. Газотранспортную систему в эксплуатацию не ввели. В 7 из 28 населенных пунктах сети оказались фактически непригодными к использованию. На исправление ошибок потребовалось больше двух лет. Процесс сдвинулся с мертвой точки в феврале этого года, когда президент России Владимир Путин поинтересовался у главы Газпрома Алексея Миллера, почему простаивает инфраструктура, в которую вложены немалые деньги. И в качестве негативного примера привел Сочи. Далеко не всегда газ, который вы подвели по трубам, своим трубам, от магистральных, когда сделали отводы, доходит до конечного потребителя. Но более яркий пример это, скажем, горный кластер в Красноярском крае. Горный, там где прованились Олимпийские игры. Далеко не до всех желающих газ дошел. После недвусмысленной просьбы главы государства, цитата, «дорешать то, что еще не сделано», городским властям фактически был дан зеленый свет. А путь к мечте сельчан сократился в разы. Дорожные карты, проектная документация, монтажные работы. Строительство газопровода завершило муниципальное предприятие Сочи Теплоэнерго. После чего уже суд поддержал требования мэрии и прокуратуры к поставщикам газа принять сети в Адлере на баланс и обеспечить подачу голубого топлива в трубу высокого давления. Горение стабильное, ровное. Хорошо. Все, можно положиться. В общей сложности запитать долгожданным газом предстоит 7,5 тысяч домовладений в Краснополянском поселковом округе и в Эмеретинской низменности. На сегодняшний день подключено около 500. Сельчане уже сейчас могут подать заявки на врезку. Срок рассмотрения документов сокращен с 30 до 10 дней. Для того, чтобы помочь людям подключиться и войти в зиму с газом, для того, чтобы отапливаться уже непосредственно природным газом, в администрации района создан штаб, во всех сельских округах созданы штабы, в которых все жители микрорайонов Адлерского района могут получить информацию по подключению к системе газоснабжения. Несмотря на то, что многое сейчас зависит уже от самих сочинцев, городские власти намерены завершить подключение жилых домов к магистральному газопроводу до начала отопительного сезона. В Сочи он традиционно начинается в середине ноября. И предстоящая зима для Владимира Наместникова, как и для его соседей, может стать первой по-настоящему теплой. Ольга Десятого, телекомпания ФКТ. Газификацию сел обсуждали на традиционной планерке при главе города. Кроме того, говорили о том, как сохранить от вредителей зеленое убранство города. Но главным стал вопрос налоговых поступлений в бюджет города. Началось планерное совещание с подведения итогов проведения всемирных хоровых игр. В Сочи получил высокую оценку за организацию масштабного музыкального мероприятия, как от его президента Гюнтера Тича, так и от участников. 283 хора. 12 тысяч участников из 76 стран боролись за дипломы в финале игр. Это самые впечатляющие всемирные хоровые игры из тех, которые были в истории Олимпийского хорового движения. Дни, проведенные в Сочи, были замечательные. Но расслабляться рано, отметил глава курорта Анатолий Пахомов. В ближайшее время городу предстоит принять сразу несколько фестивалей – Бутмана, Мацуева и Новую волну. А в октябре 2017-го Сочи посетят участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Ожидается около 30 тысяч иностранцев. Для сравнения, в рамках хоровых игр их было 9,5 тысяч, на зимней Олимпиаде – 3 тысячи. В этой связи главная задача, подчеркнул мэр, обеспечить полную безопасность гостей и жителей. Сейчас главная задача – это безопасность на воде. Это безопасность общественная. Людей много. Ницца нам показала пример, что может случиться, если мы будем разгильдяями. Особенно быть внимательными нужно арендаторам пляжей. Трагические случаи на воде, к сожалению, в городе участились. Мэр поставил перед своими подчиненными задачу во время шторма усилить контроль на прибрежных территориях. Что касается неатестованных пляжей, то там за порядком должны следить казаки и добровольцы. Следующая тема, которую рассмотрели на планерке – налоговые поступления, точнее их отсутствие. Так, городская казна недосчиталась 198 миллионов рублей. Среди заядлых неплательщиков оказались в основном владельцы объектов временного размещения. Потом они скажут, что 394 средства размещения, которые предоставляют гостиничные услуги и временное размещение, обеспечение временного проживания без государственной регистрации и индивидуальных предпринимателей. То есть, мы говорим, что это все спицы, принимали людей, не стояли на налоговом вручке. В прокуратуру городские власти уже направили сотни таких дел. Кроме того, до сих пор на курорте работают гостиницы, которые не прошли классификацию. Нарушителям грозят штрафы от 7 до 50 тысяч рублей. Не на жизнь, а на смерть идет борьба с насекомыми-вредителями. Это следующая тема планерного совещания. С марокканской саранчой покончено на очереди пальмовый мотылёк и долгоносик. Чтобы сохранить зелёное убранство курорта в эти жаркие дни, городские власти также усилили полив. И заключительный вопрос в повестке – газификация сёл Адлерского района. Газ в трубах есть, но в дома он пока не поступает. Технические условия и проекты, которые ранее выдавала подрядная организация ТЭК, недействительны. А потому все документы придётся оформлять заново. Но городские власти обещали в этом посодействовать. На сегодняшний день, что открытых пунктов приёмов и удачи технических условий в адрес саморайонной Ливанской, также можно на дневнике обратиться. День могут обрабатывать порядка 25-60 обращений граждан. Кроме того, сокращены сроки рассмотрения заявок с 30 дней до 10. В общей сложности подключиться к газопроводу должны почти 7,5 тысяч домовладений. На данный момент это благо цивилизации имеют почти 500. Но к 1 ноября все работы должны быть завершены. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Отдых – не повод забывать об элементарных правилах гигиены. Об этом глава города порекомендовал напомнить всем отдыхающим на пляже. Кануне состояло заседание противоэпидемической комиссии с участием врачей-эпидемиологов, медиков из санаториев и пансионатов, а также арендаторов пляжных территорий. Речь шла о нетопущении нарушения санэпид-режима в курортном городе. Продолжит Елена Всецына. На побережье второй месяц жары. И гостей курорта на порядок больше, чем в прошлый сезон. Поэтому власти Сочи обеспокоены тем, чтобы эпидемическая ситуация на курорте не вышла из-под контроля. Море и солнце, оно имеет две стороны медали. И положительную, но и отрицательную, если не принимать меры безопасности. Все руководители санатория, все руководители предприятий питания, все руководители пляжных территорий, они обязаны обеспечивать безопасность, в том числе и санитарную, и медицинскую безопасность. К сожалению, сами гости курорта, оказавшись на отдыхе, напрочь забывают про меры осторожности и элементарные правила личной гигиены. А ведь в Сочи территория здоровья, а никак не наоборот. И, казалось бы, нет смысла людям напоминать про то, что перед едой нужно мыть руки с мылом, а получается, что надо. На заседании противоэпидемической комиссии рассказали о низкой санитарной культуре населения, и приводили в пример такие случаи, когда отдыхающие мыли фрукты в море, потом их ели и даже пробовали соленую воду на вкус. Некоторые считают лучшей мерой профилактики полоскания горла морской водой прямо у берега. Результат – инфекционная больница. Хотя само по себе море опасности не несет, если в нем просто купаться. Пробы, взятые в разных местах побережья, продемонстрировали все показатели в пределах нормы. Причина отравления все же в некачественных продуктах питания, купленных в неустановленных местах торговли. В основном пожелание – это соблюдение обычных санитарных норм. Чаще мыть руки, деткам чаще мыть ручки. Покупать пищу только в установленных торговых точках, а не на стихийных рынках. Обычные рекомендации. Заболеваемость острыми кишечными инфекциями не превышает показатели прошлого года. Тем не менее, глава города распорядился ужесточить контроль за объектами торговли. В гостиницах, санаториях, на пляжах везде разместить информацию, оповещать через громкоговоритель о правилах личной гигиены, о правильном хранении продуктов питания, о времени пребывания на солнце. Накануне в Лазаревском районе мужчина, заснув на пляже, получил ожоги первой степени. Сочи будет полезен для здоровья только тем, кто серьезно относится к отдыху у моря и самому себе. Власти Сочи просят поддержать курорт в конкурсе на право изображения на купюрах. Сочи вышел во второй тур всероссийского конкурса. Ожидается, что купюры номиналом в 200 и 2000 рублей Банк России выпустит в следующем году. Конкурс состоит из трех частей. На первом этапе в формате онлайн-голосования на сайте твояроссия.рф один из сочинских символов, горный курорт «Роза Хутор» преодолел порог в 5000 голосов. Это вывело Сочи в число городов, допущенных к участию в следующих этапах. На втором этапе с 5 по 30 августа фонд «Общественное мнение» в ходе общероссийского опроса отберет 10 финалистов из 19 российских городов. Во время третьего этапа из 10 лидеров будут отобраны два города-победителя. Их символы и появятся на купюрах в 200 и 2000 рублей. Отдать свой голос в пользу Сочи можно будет с 5 сентября по 5 октября как на сайте твояроссия.рф, так и офлайн. В школы Сочи 1 сентября придет более 55 тысяч учащихся. Это на 3 тысячи больше, чем в прошлом году. В городе по-прежнему сохраняется тенденция увеличения количества обучающихся. Чтобы свое место за партой было у каждого школьника. В образовательных учреждениях города наряду с ремонтом увеличивают и количество учебных классов. Из 55 тысяч школьников 7,5 тысяч – это первоклассники. Цифра превышает показатели прошлого года. Но город с таким наплывом учащихся вполне справляется. На эти цели выделены, в 23 школах выделены краевые и бюджетные средства на общую сумму 21 миллион рублей для проведения ремонтных работ и увеличения количества посадочных мест. Тем самым мы планируем, что 1760 человек у нас дополнительно будут введены учебные места для гарантированного права на получение обязательного общего образования. Помимо бюджетных средств, сочинские школы ремонтируют и за счет средств благотворительных. В городе уже восьмой год подряд работает шефская программа, в которой активно участвуют и сочинские единороссы. Программу курирует глава города, который призывает бизнес быть социально активным. Местные предприниматели благоустройства и реконструкцию образовательных организаций берут на себя. Самые активные строительно-ремонтные работы сразу по двум программам сегодня ведутся в 18-й школе. Разделена она на два корпуса. В одном подрядчике ремонтируют целых четыре класса, которые два года вообще не эксплуатировались. На восстановление кабинетов, пострадавших от наводнения. Законодательное собрание края выделило кудепстинской школе полтора миллиона рублей. Как раз таки благодаря обновленным квадратным метрам образовательное учреждение избежит работы во вторую смену. Выполняется очень качественная отделочная работа. Полностью штукатурка, шпаклевка, покрасочные работы, потолок меняется, осветительная система меняется в классах. Соответственно, делается все для наших детей, дети наши цветы жизни. Во втором корпусе 61-го года постройки работает другая подрядная организация. Здесь за счет личных средств сочинского предпринимателя ремонтируют целый этаж, на котором расположена начальная школа. С 61-го года это первый такой масштабный капитальный ремонт. Программа «Шефская помощь» – это очень хорошая программа, которая дает возможность комфортного пребывания наших детей в школе. И мы благодарны за эту программу нашим руководителям города, за то, что они ее воплотили в жизнь. Все работы в 18-й школе будут сданы 30 июля. Затем шеф образовательного учреждения примется за ремонт ограждения и покрытие спортивной площадки. К слову, благодаря «Шефской программе» в этом году в Сочи будет отремонтировано 35 школ и детских садов. В Сочи построено первое жилье для таможенников. 16-й квартирный дом возведен в Адлерском районе на улице Старонасыпная. Сегодня состоялась торжественная церемония вручения ключей от квартир. Расскажет Татьяна Говоркова. Два года назад здесь работала строительная техника. Теперь на территории производственно-технической базы Сочинской таможни находится обустроенный 16-квартирный жилой дом с благоустроенной территорией, детской площадкой и парковкой. Как раз на ее месте и выстроились сотрудники, внесшие большой вклад в строительство дома и очередники, которые до последнего дня не верили, что скоро у них появится своя крыша над головой. Среди 11 счастливчиков, получивших заветные квадратные метры, пусть и служебные, Наталья Гагарина. Специалист отдела госслужбы и кадров шутит. Говорящий фамилии и первый номер квартиры. Очень счастлива, конечно, то, что получила сегодня ключи. Вот, под номером один. Фамилия у меня такая, как бы, да, первый в космос полетел Юрий Гагарин. Я сама Гагарина Наталья Гагарина. Очень рада. Конечно, служебному жилью. Квартирка небольшая, всего 37 квадратов. Но для одной места вполне достаточно. Есть большой балкон, где можно провести вечера. Главное, квартира уже готова к заселению. Все необходимые коммуникации, отделка, сантехника и даже плита на кухне. В ближайшие выходные новоселье будет отмечать и сосед по площадке Дмитрий Станов. С женой и двумя детьми он переедет в трехкомнатную квартиру. Получение жилья для таможенников вдвойне знаменательно. В этом году таможенные органы России отмечают 25-летие. Кроме того, это пятый дом, который сдается в эксплуатацию на территории Южного таможенного управления. Три дома уже построены, сданы в регионе Ростовской таможни. Сейчас вот этот дом в регионе Сочинска и в регионе Тагонородской таможни до конца года. Мы надеемся, что такой дом будет тоже сдан. У нас такая задача стоит не только в регионе Юга. Эта задача стоит и в регионе всех других региональных таможенных управлений. Но надо отметить, что у нас Южное управление в этом плане лидер. Сметная стоимость строительства трехэтажного дома в Адлере составила чуть больше 60 миллионов рублей. Предельная стоимость одного квадратного метра жилья – порядка 30 тысяч рублей. За такие деньги готовое жилье практически невозможно найти. Тем более, что в шаговой доступности от дома вся необходимая инфраструктура. Во время возведения дома большую помощь оказала городская администрация. Подготовка разрешительных документов на строительство, согласование, получение технических условий и последующий ввод объектов в эксплуатацию – это, конечно, делалось с оказанием всяческого содействия. Причем потому, что мы, как муниципальное образование города Сочи, заинтересованы в том, чтобы сотрудники, которые стоят на страже наших границ, обеспечивают нашу свою безопасность, не только служили в комфортных условиях, но и проживали в них. Стоит отметить, что в вопросе выделения социального жилья на курорте уделяется внимание не только сотрудникам федеральных органов, но и специалистам муниципальных ведомств. Квартиры получают работники образования и здравоохранения. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В Сочи ищут родственников солдата. В Сочинский городской архив пришло письмо из Архангельской области. Руководитель регионального центра патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе сообщил, что в ходе поисковой экспедиции, организованной в рамках акции «Вахты памяти-2016», были найдены останки солдата, ушедшего на войну из Сочинского военкомата. Войсковая экспедиция проходила на территории республики Карелия в Лаухском районе. Там вместе с останками воина был найден медальон. Благодаря записям, хранившимся в нательном футлярчике, а это большая редкость, специалисты узнали имя солдата, а также данные его родственников. Выяснилось, что Некрасов Григорий Николаевич, 1913 года рождения, был призван на военную службу 26 июня 1941 года из Сочинского военкомата. 18-летний парень на тот момент уже был женат. Имя супруги – любимого Александра Сергеевна. Отец солдата Некрасов Николай Иванович работал в санатории на Мацесте. Известны даже адреса проживания родственников – улица Пионерская, 48 и Островского, 51. Естественно, отец уже ушел из жизни. А жена, любимая Александра Сергеевна, возможно, проживает в Сочи, дети. Мы обращаемся через телевидение, чтобы откликнулись родственники этого бойца Некрасова Григория Николаевича. Специалисты Сочинского городского архива ведут регулярную работу по поиску новых имен солдат, погибших на фронтах Великой Отечественной. В ходе подготовки празднования 70-летия победы межведомственной комиссии удалось обнаружить более тысячи новых имен людей, которые были захоронены в братских могилах на территории Большого Сочи. Пополнить список бойцов помогали и жители курорта. Около полутора тысяч фамилий добавлены на мемориальных комплексах во всех районах города. «Лебединое озеро», «Спартак», «Щелкунчик» и «Золушка» – эти спектакли в Сочи привез в Государственный академический театр классического балета. Сегодня на сцене зимнего балет «Лебединое озеро», а перед началом гастролей руководители театра и ведущие солисты ответили на вопросы журналистов на пресс-конференции. Девиз театра – все жанры, кроме скучного. Художественные руководители Наталья Касаткина и Владимир Василев внесли значительный вклад в развитие такого направления, как «Classic Today», то есть классика в современном прочтении. И сегодня многие театры ставят спектакли с их хореографией режиссура и либретто. Например, спектакль «Щелкунчик» – не совсем стандартная постановка. Руководители театра сочинили новые сцены этой трогательной и доброй сказки. Некоторых зрителей, возможно, удивит и необычное звучание музыкальной партитуры балета «Спартак». В свой «Спартак» мы включили те фрагменты, которые не вошли в спектакль Большого театра. Ну, на много, не на 50, но, по крайней мере, на 30 процентов – это другая музыка. Иногда зрители даже спрашивают, а это что, «Спартак»? Это все «Спартак». В Сочи Государственный академический театр классического балета привез четыре постановки «Лебединое озеро», «Спартак», «Щелкунчик» и «Золушка». Спектакль в ближайшие дни можно увидеть в Зимнем театре. А 25 и 26 июля в концертном зале «Галактика» в Красной Поляне и оздоровительном комплексе «Догомыс» театр даст балет «Щелкунчик». На сегодня это все новости. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Ну, а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габейшая. Всего вам самого доброго и до свидания.